Могилевским активистам хотят дать реальные сроки за детские забавы, а директора Могилевского театра увольняют за то, что он оказался достойным человеком. Начнем наш выпуск с главных новостей за прошлую неделю, а расскажу вам их я, Вероника Дробышевская. Власти продолжают задерживать инициативных людей, которые заинтересованы в помощи пострадавшим от репрессий. На прошлой неделе задержали Евгения Юшкевича. Парень был инициатором проекта OneChange.me и андроид-разработчиком. Юшкевича забрали прямо из своей минской квартиры, там же прошел обыск. Проект, которым занимался Евгений, помогал в обучении и переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, которые были уволены или же сами ушли с работы по соображениям совести после выборов 9 августа. Всем привет, я Колос Иван, и с 2015 года я проходил службу в органах внутренних дел. 12 августа я записал видео обращение к своим коллегам с призывом остановить насилие. Было ли мне страшно записывать обращение? Я не мог смотреть на то, что происходит вокруг, как мои же коллеги совершают преступления по отношению к белорусскому народу. Было ли мне страшно записывать обращение? Немного, так как я был один из первых, и я не знал, что меня ждет. По сути, я шагнул в пустоту. Но сразу же после записи видео со мной связалось много волонтерских организаций, которые помогали мне. Теперь он является подозреваемым по уголовной статье за организацию подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Сейчас парень находится по страже, и по последней информации, его уже должны были перевести в СИЗО номер один на Володарского. Как говорит адвокат Евгения, он в порядке и передает всем привет. Задолго до событий 2020 года Евгений работал следователем отдела по расследованию экономических преступлений Управления Следственного комитета в Минске. В 2012 году парень окончил юрфак. Во время учебы он два года поработал внештатным сотрудником в следствии Минской прокуратуры, а потом еще пять лет следователем. Был в числе победителей студенческой юридической олимпиады факультета по правовым дисциплинам. В 2017 году Юшкевич решил уволиться. Родился будущий программист в Могилеве. После того, как парень ушел из Следственного комитета, началась новая карьера в IT. Евгений стал заниматься андроид-разработкой. Твиттер, где парень активно высказывал свои мысли по поводу ситуации в стране, сейчас недоступен. Также на прошлой неделе стало известно, где находится могилевская журналистка Белсата Дарья Чульцова, которая вместе с журналисткой Екатериной Андреевой стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямого эфира 15 ноября с известного двора перемен в Минске. Сейчас девушка находится в СИЗО города Жодино. До последних событий она работала в Могилеве и только недавно переехала в Минск. До того, как стало известно об уголовном деле, которое завели на журналисток, они получили по 7 суток административного ареста. Когда сутки закончились, девушкой на свободу не вышли. Дарью можно поддержать, написав письмо по адресу улица Советская, 22А, город Жодино. На прошлой неделе из ИВС в Могилеве массово выпускали задержанных, осужденных за мирные акции. Первые автозаки приехали в 14 ноября. Теперь передачи в ИВС принимают только раз в неделю. С некоторыми задержанными смогли поговорить наши журналисты. Я вышел на листы. Все, что напередавали. Три пакета. Как ощущения? На прошлой неделе произошло увольнение, которое шокировало деятелей искусства. Могилевский театр покинул его заслуженный директор Андрей Новиков. Сказать, что это просто потеря, а не сказать ничего. В общем-то, 20 лет успешной работы, престижные награды, театральный форум и все в один момент кануло в лету. Новиков сделал очень много для города и могилевского искусства и стал неугодным в один момент. Потому что порядочный человек, но он не захотел увольнять своих сотрудников по их политическим взглядам. Ни для кого не секрет, что театр и его коллектив активно выступали против насилия после выборов 9 августа. Сотрудники театра ходили на мирные акции протеста, а потом за это же сидели и не одни сутки. Видимо, власти это надоело и решили, как сейчас говорят, навести порядок на местах, хотя обещали, что никого трогать не будут, в том числе и директора. Коллектив театра, мягко говоря, в шоке и не намерен сдаваться. Они хотят вернуть своего директора. Сотрудники уже написали обращение в управление культуры. Лишь за несколько часов его подписали порядка 80 человек. Мы поговорили с могилевчанами, как они относятся к увольнениям по политическим мотивам. Все, что происходит, это ужасно просто. Это ужасно и это неприятно. Даже невозможно описать словами то, что происходит сейчас. Это политически мотивировано. Культуру сейчас, как говорится, не один театр закрыли. Поскольку у нас театр имел такую активную позицию, это неудивительно, что его уволили, поскольку он, наверное, не принимал каких-то должных мер якобы к работникам. Я думаю, что это ненадолго. Мы верим, что это скоро все закончится, всех постановят. На должности Новиков пробыл 20 лет. Был удостоен почетного звания Человек-года Могилевщины и в прошлом году за отличные достижения в профессиональной деятельности награжден медалью Франциска Скорины. Несмотря на многие регалии, замену директора нашли быстро. Сразу на следующий день после увольнения была представлена новая руководительница Ирина Белякова. Сейчас уголовку, как говорят в народе, может получить любой желающий. Судя по последним сводкам МВД, уголовные статьи разлетаются очень быстро. Очередная уголовщина за хулиганство замаячила перед компанией Могилевщан, которые вешали на мостах куклы с лицами чиновников, а потом распространяли фото в интернете. Сколько можно отсидеть за игры с куклами, к сожалению, пока МВД держит секрет? Как появились тогда, объясните, сделанные манекены? Я их привез с собой. В какой день? В 12 числа. Так, откуда у вас манекены появились? Ну, сами костюмы у меня были с работы. Я их набил соломой, надел одежду и привез. То есть вы таким образом... Что хотели же сказать? Я таким образом свою политическую позицию несогласен. Поделитесь вашим мнением. Что еще можно сделать, чтобы получить уголовную статью по примеру показательной истории с куклами? Пишите его в комментариях. Продолжается давление властей на активистов. Александр Царук, активист Объединенной гражданской партии, получил 10 суток административного ареста за участие, как сейчас говорят, в так называемом несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило 15 ноября на улице Ленинской. До суда активист провел за решеткой трое суток. Когда вышел на свободу, 25 ноября суд продолжился. Рассмотрев материалы дела, судья решила наказать Царука 10 сутками ареста за неоднократное участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Несмотря на то, что последний месяц Царук и так отсидел ВВС целый месяц. Практически. С каждым месяцем все больше людей уезжают из Беларуси. Как пишет крупное информационное агентство BNC со ссылкой на МИД Литвы, что сейчас на территории государства находится 246 белорусов. Из них 53 попросили убежище. Усложняет ситуацию коронавирус. В период нехватки врачей и вместе с тем, что в стране бушуют пандемии, а репрессии в отношении медиков продолжаются. Правозащитники телеграм-канала Майдэй рассказали о задержании водителя скорой помощи Максима Сергеенко, который утро после смены шел домой, как это обычно и бывают другие будни, задержали мужчину прямо у подъезда на бульваре непокоренных. Правозащитники предполагают, что водителя скорой помощи могут подозревать в участии в акциях протеста. Информация о заболеваемости вирусом ковид еще долгое время будет волновать общественность. На прошлой неделе уже нынешний министр здравоохранения Дмитрий Пеневич дал информацию о ситуации по некоторым регионам страны. По его словам, на пике уже Гродненский регион и почти Минский. К этим регионам приближается Гомель, Витебск и Миглев. Брестская область находится на последнем месте по росту заболеваемости ковидом. Пеневич также отметил, что сейчас важно соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Людям советуют соблюдать эти правила как минимум до падения уровня заболеваемости. Сейчас из-за нехватки врачей активно к работе привлекают медиков-студентов. Есть информация и о новой российской вакцине, которая будет доступна уже в следующем году. Что же касается конкретно Могилевской области, то сейчас в онкодиспансере дополнительно отвели отделение на 100 код для пациентов с коронавирусной инфекцией. А теперь о новостях в районах. Что было на прошлой неделе? Начнем с Осиповичей. Здесь выяснили, что Осиповичский край – это место, где свободно питают зубры. Сейчас популяция близка к значению 450 особей. Зубры ходят по большей части района и чувствуют себя комфортно. Это доказывает еще и то, что популяция животных в Осиповиче – вторая по численности после Беловежской пущи. В Бобруйске Татьяна Новицкая, хозяйка кошки, инвалид-колясочник первой группы, платит налоги за владение двумя собаками вот уже несколько лет. Такую историю публиковал информационный портал Бобрбай. Началась эпопея еще в мае 2018 года, когда жильцов оповестили о том, что они должны зарегистрировать своих домашних любимцев. Когда пришла первая жировка, в ней вместо оплаты налога за кошку было указано две собаки. «Непорядок», – подумала Татьяна и решила обратиться в ЖЭО с вопросом «Как такое может быть?». Ответ не заставил себя ждать. Хозяйки кошки ответили, что нет никакой разницы, впрочем. Теперь другой вопрос. Как инвалид-колясочник может выгуливать собак, да еще не одно, а целых две? В этом году Татьяна узнала, что инвалиды первой группы имеют право не платить налог за владение домашними животными. И решила написать заявление в ЖЭО. И что вы думаете? До сих пор ответа нет. Хотя обещали, что ответ обязательно будет. И ЖЭО проведет перерасчет. Впрочем, ничего нового. Но хозяйка кошки все же надеется на совестливое отношение работника ЖЭО к ее проблеме. Другие интересные видео, а также авторские программы о жизни региона вы можете посмотреть на нашем канале. На прошедшей неделе вышел прямой эфир с Олесем Бураковым. В программе поговорили про региональный экспертный клуб. Нужно ли это Могилеву и что-то такое смотрите в новом выпуске. Также в новом выпуске программы правозащитного центра «Весна», которую ведет журналистка Лера Лепешева, вы узнаете о нашумевшей истории прошлой неделе об увольнении директора Могилевского драматического театра Андрея Новикова. Что же происходило за день в театре и как за сутки нашли замену. Все это в новых выпусках. Спасибо, что досмотрели наш выпуск до конца. Если вам понравились наши новости, то ставьте лайки и пишите комментарии. С вами была Вероника Дробышевская и независимый новостной портал 6ТВ Могилевский регион. Вы можете поддержать нас на площадке Patreon. Подписывайтесь на нас в YouTube и в наших социальных сетях, чтобы всегда оставаться в курсе событий жизни нашего региона. Ссылки в комментариях. Продолжение следует...